Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий, Александр Катунцев. Сегодня у нас в гостях доктор юридических наук, профессор Михаил Баймуратов. Добрый вечер, Михаил Александрович! Добрый вечер! Я думаю, что увидев вас в нашей студии, внимательный зритель сразу поймет, что разговор пойдет о глобальных правовых проблемах и глубоком юридическом анализе текущей политической жизни. И это действительно так. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивный опрос. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение, вот по какому вопросу. Власть стремится переписать Конституцию «Чтобы». Три варианта ответа. Устранить ее противоречия. В этом случае звоните по телефону 728-01-70. Понравиться за границей. Если вы считаете, что так, то звоните по телефону 728-01-71. Либо закрепить свою гегемонию. В этом случае звоните по телефону 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к Михаилу Александровичу, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Я думаю, вы, Михаил Александрович, с удовольствием ответите на все вопросы телезрителей. Потому что тема сегодня довольно-таки сложная, но очень важная. И вы знаете, вот в потоке ежедневной информации как-то вот совсем затерялась тема готовящихся изменений в основной закон Украины, в Конституцию нашей страны. Тема работы так называемой Конституционной Ассамблеи под руководством Леонида Кравчука. И почти незамеченным для широкой общественности, и это, похоже, вполне устраивает власть, остались сообщения о конфликте, кстати, возникшем при принятии Ассамблеи проекта изменений системы судоустройства страны. И о том, что она отказалась рассматривать закон о референдуме. Вот с этого, пожалуй, давайте и начнем. Ну, эта проблема очень интересная. Но для того, чтобы телезрители поняли, о чем мы говорим, я хочу сказать, что Конституционная Ассамблея – это достаточно громкое, красивое, серьезное название. И обычно в Конституционной практике таким наименованием называют орган, который специально формируется для либо разработки текста новой Конституции, либо для внесения в этот текст определенных изменений. Значит, но формируется этот состав Конституционной Ассамблеи совершенно иным способом, то есть таким же способом, как мы избираем народных депутатов посредством всенародного голосования. Украинская Конституционная Ассамблея – очень красивое, громкое название, но сутью ее является то, что это прежде всего орган, который был создан в соответствии с Конституцией, президентом Украины, он обладает совещательным статусом, то есть это не орган, который официально сформирован самим населением, а это орган, сформированный на основании определенных предложений, которые поступали от высших учебных заведений, научных учреждений, депутатского корпуса. И, так сказать, хотя в него попали специалисты, но все-таки мы должны помнить, что он обладает только совещательным статусом. То есть он не такой ручной и управляемый, но в то же время он же может вносить предложения? Нет, он вносит предложения, пожалуйста, он сегодня, так сказать, разрабатывает проект изменений в Конституцию, и нам уже вот буквально несколько дней тому назад было сказано о том, что вроде бы Конституция, вернее, конституционные изменения есть, но я понимаю и так, что будет представлен новый текст Конституции с внесенными уже изменениями в виде проекта, но меня настораживает все-таки один такой момент, выступая сегодня перед прессой, бывший председатель Верховной Рады и председатель Социалистической партии, Мороз, да, Александр Мороз, он сказал очень, так сказать, несколько таких слов. Принцип такой, что мы много не меняли, но конституционная материя, Конституция действующая изменится на одну треть, и практически не будут затронуты основы конституционного строя. Вот это практически не будут затронуты. И на одну треть говорит о том, что может быть текст Конституции ревизован достаточно серьезно. Дело в том, что раздел первый, закрепляющий основы конституционного строя в Украине, вот это первая статья до раздела второго, права, свободы и обязанности человека и гражданина, речь идет о том, что там закреплены основополагающие принципы конституционного строя, на основе которого функционирует государство. Значит, и это очень серьезная статья, там содержатся нормы, которые должны обладать особой стабильностью. И вот законодатель, понимая, что это так, он предпринял целый ряд шагов и механизмов правовых для того, чтобы можно было вносить изменения, но очень сложно, посредством, так сказать, вынесения на референдум, посредством обсуждения на сессиях Верховной Рады и так далее и тому подобное. Значит, как будет потом вноситься эти изменения, неизвестно. Кроме того, еще есть вопрос в следующем. Мы сказали, что это орган, который носит совещательный характер, вспомогательный характер. То есть, речь идет о том, что президент его может послушать, а может его не послушать. Может внести то, что предложила Конституционная Ассамблея, так сказать, Верховную Раду для начала процесса внесения изменений, а может, так сказать, и не внести, а может дополнить этот текст своими предложениями. То есть, это вариант не окончательный, но уже времени осталось совсем немного. Мы подождем и посмотрим, что нам предлагают специалисты. Что касается Ассамблеи, более-менее понятно, я думаю, нашим телезрителям, о чем идет речь. О сути вопроса. Вот, допустим, тот же референдум. Почему отказались рассматривать законы референдума? Дело в том, что Конституционная Ассамблея была создана для того, чтобы нарабатывать проекты изменений в Конституцию. И она не была создана для того, чтобы рассматривать какие-то конкретные законы. Вносить изменения именно в основной закон. Но дело в том, что, к сожалению, власть придержащие, ну, можно так сказать, ничтоже сумняшиеся, решили воспользоваться вот этим авторитетом Конституционной Ассамблеи, в которой находятся действительно серьезные специалисты и в области Конституционного права, и уголовного права, и трудового, и, так сказать, других отраслей права Украины. И решили ими прикрыться, так сказать, решить, может быть, свои какие-то узкопартийные, узкочиновничьи интересы и так далее. Ну, вы здесь упомянули о скандале, который был. Реально, действительно, члены Конституционной Ассамблеи подняли вопрос о том, что они разрабатывали одни изменения, так сказать, а текст совершенно других изменений, предложенных администрацией президента в этой сфере, ушел в Венецианскую комиссию на экспертизу. То есть, произошла подмена вроде бы текста, и это говорят люди, которым следует доверять, и это, так сказать, ни в коей мере не красит деятельности председателя этой ассамблеи, либо тех людей, которые пытаются руководить ею или деятельностью ее из администрации президента. Понятно. Ну вот, кстати, а убеждены ли вы и сегодня, что представители партии «Удар» приняли верное решение, отказавшись делегировать своих представителей, опять же, извините за тавтологию, в состав Конституционной Ассамблеи? Конституционной Ассамблеи. Вы понимаете, речь идет о том, что это вот политические партии, и я думаю, что политические партии все-таки имеют такой определенный четкий нюх политический. Они понимали, что все-таки неизбежно определенное манипулирование. С одной стороны, мы можем говорить, что если будет Конституционная Ассамблея, будет единогласие, ну, как бы общее согласие политикума и ученых, то можно действительно разработать что-то. Но сегодня мы видим, что после таких вот дивертисментов, значит, по идее, так сказать, представители политических партий, может быть, и правы. Речь идет о том, что все-таки тут еще есть одна очень важная проблема, которую очень многие забывают. Мы забываем о том, что мы живем сегодня в рамках, за пределами Конституционного поля. Потому что восстановленная Конституция Украины 1996 года, после того, как ее восстановил незаконно Конституционный суд, отменив реформу 2004 года, она привела к тому, что, по сути дела, некоторые должностные лица и органы, в том числе и президент Украины, действуют сегодня в рамках полномочий, на которые он не избирался. Понимаете? Значит, он избирался как президент парламентской республики, а 1996 год это президентская республика. И даже, может быть, определенным образом суперпрезидентская. Нельзя говорить о том, что он злоупотребляет этими полномочиями, да, но, по сути дела, он стал сегодня фактически главой исполнительной власти. А вы избирали только главу... Что значит юридически, что мы живем вне правового поля Конституции? Юридически это означает, что произошел Конституционный переворот. Дело в том, что Конституционный суд должен был принять решение о неконституционности проекта 2004 года и на этом дело закончить. Значит, тогда все понимали, что Конституция 2004 года умерла, король умер, да здравствует король. Президент и парламент должны были решить в соответствии с законом это все дело. Значит, пропускать это решение, значит, восстанавливать действия Конституции и так далее. Значит, дело в том, что я могу привести пример Киргизии, там Конституционный суд тоже таким образом повеселился. На сегодняшний день суди отбывают сроки в виде лишения свободы, так? Там где-то 20-летние сроки. Дело в том, что я когда сразу же после этого начал говорить, на меня начали шикать и говорить, ну, что ты там выдумываешь, зачем ты это выдумываешь. Очень много моих знакомых, судей Конституционного суда перестали со мной разговаривать. Но дело в том, что перед самым началом Конституционной ассамблеи в своем вступительном слове этот же момент зафиксировал и Кравчук. Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины, он сказал, что нам необходимо вернуться в Конституционное поле, и для этого предполагается и разработать эти изменения. Более того, он сказал, что кое-кому придется тоже посидеть. Значит, то есть этот момент очень серьезный, и сегодня нам, так сказать, дают определенный проект, и вот нам надо сегодня определить, является ли он качественным, выдержана ли Конституционная ассамблея эту высокую планку, которую она заявила. Понятно, спасибо. Есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, вот у меня такой вот, я как человек, как простой человек, вот просто боюсь, партия регионов за что не берется, у них все как-то не так получается, вот эти очередное переписывание Конституции, оно к диктатуре не приведет в конце концов, вот эти, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос этот достаточно серьезен. Речь идет о том, что очень многие политологи, очень многие юристы говорили о том, что, по сути дела, проект Конституции разрабатывается для того, чтобы внести только одно важное изменение. Это избрание президента Украины в парламенте. То есть, так сказать, это дает гарантирование избрания президенту ныне действующему на второй срок. Но дело в том, что сама Конституционная Ассамблея, по большому счету, отметила, что таких предложений нету. Значит, президент избирается всем народом, остается положение. И, кроме этого, там 450 депутатов, опять же, устанавливают, общее число депутатского корпуса. А вы помните, что было предложение сократить до 300, до 250 и так далее. Значит, но это не означает, что вот угроза такого недемократического развития ситуации, она уже полностью пройдет. Почему? Еще раз говорю, что решение Конституционной Ассамблеи носит рекомендательный характер. И в силе, в президент, в силах и в праве вносить свои изменения. Ну, понятно, да. И, так сказать, подавать их в Верховную Раду. Поэтому в любой момент может появиться все, что вы хотите. Ну, вот, кстати, мой вопрос где-то, наверное, перекликается с вопросом нашего телезрителя. Знаете, вот всех независимых от власти экспертов в связи с работой Ассамблеи на самом деле беспокоит опасное сочетание двух обстоятельств. Да, кулуарности ее работы с установкой на такое радикальное обновление текста Конституции. Действительно, наблюдается эта опасность. И вот ничего хорошего это не сулит на самом-то деле. И, кстати, дает повод, то, о чем говорил телезритель, да, подозревать власть в попытке установить диктатуру партии. Да, узурпировать определенным образом власть. О чем идет речь? В отношении кулуарности я с вами должен согласиться. Дело в том, что с одной стороны существует сайт Конституционной комиссии или Конституционной ассамблеи. Пожалуйста, заходите, читайте, там есть все выступления и документы, которые нарабатываются. Большая часть там, так сказать, размещена на сайте. Но есть там очень интересный момент. Вот эту кулуарность, эту закрытость увидели сами члены Конституционной комиссии. И ярким примером это является то, что очень многие крупные ученые начали издавать брошюрки со своими выступлениями на Конституционной ассамблее для того, чтобы, я думаю, что в будущем их не обвиняли. С одной стороны донести к людям свою позицию, а с другой стороны, так сказать, что, ребята, я вот говорил то-то, а вот в результате там что получилось, я не знаю. То есть вот эти вот моменты, определенная несогласованность имеется. С другой стороны, я бы не сказал, что должны были быть такие серьезно революционные изменения. По большому счету, когда формировалась Конституционная ассамблея, то было такое желание отработать только определенные моменты взаимоотношения Верховной Рады с президентом и Верховной Радой с Кабинетом министров. Понимаете? Потому что там существует определенный дублирование полномочий, там существуют какие-то определенные противоречия, когда входят. Но сегодня уже даже без изменений, вы же видите, премьер-министр не приходит в Верховную Раду, хотя, так сказать, Верховная Рада, там есть большинство, которое его избрало, по большому счету, и которое за него несет определенную ответственность, хотя уже фракции нету. Но все-таки это же партийное правительство, да? Значит, то есть существует какая-то определенная разбалансировка власти. И вот, когда будет опубликован этот проект, мы посмотрим, удалось ли специалистам закрыть вот эти все бреши, которые были в действующей Конституции 1996 года с изменениями в 2004 году. А как вы относитесь, кстати, к проекту территориальной реформы, который инициировал одесский депутат Сергей Гриневецкий? Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Напомню просто телезрителям, что он предложил заменить нынешние 24 области, которые существуют в стране, на 8 более крупных территориальных образований. И вот, с одной стороны, перспектива радикального сокращения бюрократического аппарата, ну, не может не привлекать, согласитесь, да, сократить? Да, позитивно. Но приведет ли это, как утверждает автор, к такому же радикальному сокращению отечественной коррупции? И еще я помню, конечно, что сейчас, сегодня Сергей Рафаилович представляет партию регионов. Но мне сложно бороться со скепсисом, когда главным обоснованием той или иной реформы все-таки служит необходимость укрепления вертикали действующей власти, исполнительной власти. Ну, что необходимо сказать, что Сергей Рафаилович долгое время работал в Одесской области, он прекрасно знает не со стороны и работу управленца губернатора, и неплохо с этой работой справлялся. Речь идет только о том, что, по большому счету, он всегда уделял надлежащее и такое пристальное внимание территориальным вопросам, вопросам территориального развития. Я знаю, я вместе с ним был в одном созове с депутатами областного совета, и речь идет о том, что он всегда подымал эти вопросы. Подымал вопросы совершенствования управленческой деятельности и так далее. Сегодня тут нет ничего нового. Речь идет о том, что еще в бытность губернатором области, а потом мэром Руслан Борисовича Бадалана, он все еще мечтал о так называемой Малороссии, о Новороссийском крае, который составляет четыре области. Одесская, Херсонская, Николаевская, Кировоградская и Автономная Республика Крым. То есть объединить это все в одно территориальное образование? По примеру графа Воронцова и, так сказать, управлять этим образованием. Значит, речь идет о том, что время территориальной реформы настало. Но дело в том, что тут еще один вопрос. Готов ли сегодня, так сказать, вот этот правительственный истеблишмент, готов ли он поделиться своими полномочиями? Потому что тысячу раз можно делить территории, тысячу раз их можно укрупнять, но без полномочий, под которые будет передаваться финансовое средство, ничего нельзя будет решить. Понимаете, мы на сегодняшний день, по сути дела, и застопорили и муниципальную реформу, которая является тоже определенной частью административно-территориальной реформы. Почему? Потому что власть не готова сегодня делиться деньгами. Во-первых, их нету в результате тех действий, которые вы говорите, коррупционных. А во-вторых, так сказать, сегодня органы местного самоуправления не успевают зарабатывать, у них забирают, так сказать, полномочия, которые, по сути дела, приносят деньги. У органов местного самоуправления забраны полномочия по установлению тарифов на коммунальные платежи, у них забраны полномочия по продаже земли, у них забраны полномочия по вопросам регистрации собственности и так далее и тому подобное. То есть там, где что-то пахнет деньгами, а эти полномочия раньше были делегированы, и сегодня в соответствии с действующим законодательством на одно самоуправленческое полномочие органа местного самоуправления приходится три делегированных, то есть полномочий органов государства и исполнительной власти, которые правительство в любой момент может забрать. Оно забирает полномочия и забирает деньги одновременно, понимаете? Поэтому, если будет добрая воля правительства, только тогда. Доброй воли мы пока не видим, это во-первых. Во-вторых, вот эта вертикальная власть или вертикальная структура, или исполнительная вертикаль власти. Вы понимаете, к сожалению, несмотря на все мои усилия и усилия моих коллег, ученых, мы пытались донести до власть придержащих сегодня одну простую истину, что система местного самоуправления не является частью исполнительной власти, что она не входит в исполнительную вертикаль. Это самостоятельная система и самостоятельный уровень публичной власти. Это закреплено в Конституции, в статье 5. Но ее пытаются вогнать туда. Ее пытаются вогнать в результате того, что, по сути дела, они обладают, органы местного самоуправления, большим количеством вот этих делегированных полномочий органов исполнительной власти. А если проводить сегодня полностью европейскую реформу местного самоуправления, надо эти делегированные полномочия передать в собственные полномочия органам местного самоуправления. И одновременно передать все денежные потоки, которые соответствуют этим вопросам. Значит, тут только воля власти. И поэтому я, мы уже как бы до передачи говорили, я вам напоминал о том, что президент выступал где-то около месяца тому назад и говорил, что вот разработана концепция муниципальной реформы, которая будет опубликована через несколько дней. До сих пор этой концепции нет. Где она? Да, более того, мне как бы показалось и вызвало у меня беспокойство, что президент говорил только об областном уровне местного самоуправления. Понимаете, областной уровень местного самоуправления это не местное самоуправление как таковое, это так называемый ассоциированный уровень. То есть там, где решаются коллективные вопросы территориальных громад, расположенных на территории области. А вот сельское самоуправление, поселковое, городское, которое сегодня по большому счету задыхается без наличия определенных финансовых ресурсов. То есть деньги это определенным образом есть на повседневные платежи и так далее. А вот на перспективу местное самоуправление работать не может. Это во-первых. А второй момент, у нас же по сути дела первичным субъектом местного самоуправления что является? Территориальная громада. То есть совокупно жителей определенной территории, это жители села, поселка, города. Значит она закреплена в статье 140-й конституции, ее приоритетная роль, первичная роль. А вот дальше в текущем законодательстве Украины она теряется. Ее вообще нету. Отсутствует право субъектность территориальной громады. Что она может, как она может, как она может непосредственно управлять. Значит у нас же по сути дела непосредственное управление затрагивает только вопросы выборов и референдума. Больше нас не зовут к управлению. То есть механизмы не прописаны никакие вообще? Нет, но механизм прописан, допустим, в законе о местном самоуправлении, что общественное слушание и так далее и тому подобное. Местные референдумы, но, так сказать, они же не проводятся. А вот тогда, когда появляется инициативная группа людей, когда, так сказать, поднимаются вопросы о местном самоуправлении и пытаются выйти на контакт с властью, мы в ответ слышим, либо это оппозиционеры, либо это коррупционеры, сегодня это модно фашисты и так далее и тому подобное. Новая тема, которая, так сказать, я полагаю, что это порочит вообще участника Великой Отечественной войны. Получается, что 60 лет тому назад была победа и до сих пор, так сказать, фашисты остались. Фашистов не добили, как оказывается. Да, не добили фашистов, оказывается, среди своих. Это очень модная тема, которая, я думаю, приведет к краху те политические силы, которые разыгрывают сегодня эту карту. Это очень серьезный момент и, по сути дела, момент, который отвлекает нас, по большому счету, от тех насущных политических и жизненных вопросов, которые у нас есть сегодня уже в Украине, но в частности, вопросы о вхождении Украины в Европейский Союз. Это тоже очень важно. Согласен, с вами есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Добрый вечер, вы говорите о том, что переписывают Конституцию, так ее же переписывают в Киеве, правильно, а Киев это же не вся Украина. Вот посмотрите, что происходит в Одессе. По закону ногами ходят, ходят просто ногами и нигде не добьешься правды. Что нам действительно сделать? Скажите, пожалуйста, на милость. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что ходят по закону не только в Одессе. К сожалению, нынешняя власть, да и чего, так сказать, греха таить все и предыдущие власти, не сильно, так сказать, придерживались принципа верховенства закона, верховенства Конституции и, так сказать, принципов развития правового государства. И, по сути дела, на сегодняшний день вот эта такая деятельность властей, она привела к самому страшному последствию, которое я называю социальная анемия. То есть, вот народ, по сути дела, уже ни во что не верит. Народ, по большому счету, он самоустранился и занят сегодня только одним, самовыживанием. Понимаете? А вот социальная активность народа, его активное участие в управлении обществом и государством, она возникает только тогда, когда народ накормлен. И поэтому я связываю вот будущее углубление демократизации и общественной государственной жизни именно вот с влиянием европейских правовых ценностей, которые, по большому счету, если мы, так сказать, начнем их внедрять, они, по большому счету, не будет, конечно, это сразу, не будет это, по большому счету, так сказать, мгновенно, но в любом случае, находясь непосредственно в контакте с европейскими структурами, по большому счету, наших власть-придержащих заставят выполнять свои обязательства. А в тот момент, когда начнет потихоньку расти заработная плата, приближаясь к европейскому уровню, тот момент, когда человек сможет на свою заработную плату и уплатить коммунальные услуги, и, так сказать, одеться, обуться, покушать что-то, поехать где-то отдохнуть, значит, моментально начинает просыпаться общественное самосознание, индивидуальное самосознание, и проявляется вот такой достаточно активный социальный статус гражданина. Вот только на это. Что делать? Делать очень просто. Это написано в Конституции. Ходят по закону, обращайтесь в суд за защитой своего нарушенного права или охраняемого законом интереса. Я понимаю, что вы скажете, а вот у нас такие суды, такие суды, я сам уже в течение более года сужу с мэром по вопросу, так сказать, устава территориальной громады. Вы заметили, приняли его, да, как они думали 10 лет, мы решили за 10 месяцев. Оказывается, Алексей Алексеевич, перенасили вы этого ребенка. Не действует устав сегодня. Ни власть, ни члены территориальной громады не могут действовать и не могут его использовать. И вот, кстати, в суде каждый раз то одна сторона не придет, то другая сторона, то идет какие-то опять затягивания и так далее, то передается другому суде, да. Сложно, но можно и нужно. Не бойтесь обращаться в суд. Я думаю, что наши телезрители понимают, что в подходах представителей и власти, и оппозиции к конституционной, к административной реформе, к реформе местного самоуправления существует принципиальная разница. Вот, хотелось бы услышать ваше мнение, как специалиста, в чем именно заключается эта разница и почему она такая принципиальная? Ну, речь идет о том, мы уже сегодня затрагивали, по сути дела, 3 или 4 раза эту проблему. Речь идет так, о том, что оппозиционные силы, по крайней мере, декларируют, знаете, находиться в оппозиции это одно у нас, к сожалению, а прийти к власти это совершенно другое. Когда пришел Виктор Андреевич Ющенко, были очень серьезные надежды на демократизацию и так далее, все свелось с перепалки с нынешней заключенной, к сожалению, и, так сказать, мы не двинулись ни туда, ни сюда, но, по крайней мере, народу стало жить легче, потому что, ругаясь, они совершенно о нас забыли, начало развиваться предпринимательство, хорошо работала промышленность и так далее и тому подобное. То есть, в основном, народ все-таки показал свою высокую дисциплину и показал пример власти, как надо действовать. На сегодняшний день это очень сложно. Почему? Потому что, по сути дела, основным принципом нынешней власти является жесткая централизация всех полномочий. Мы это видим. Мы это видим и с попытки включить местное самоуправление в систему исполнительной вертикали, мы это видим в закручивании гаек и в демократических свободах, и в правах людей и так далее и тому подобное. Это же не секрет, что суды у нас сегодня выносят решение о запрете общественных манифестаций, общественных там митингов, собраний и так далее. Забывая о том, что это абсолютное право человека, гарантированное Конституцией, и там существует вообще-то по Конституции и по законодательству, которое вытекало из него, существовал уведомительный, а не разрешительный порядок. Понимаете, уведомили, пошли, выделяете милицию, пусть охраняет, так сказать, никаких вопросов нет. Если мирно, без оружия, кто запретит? У нас сегодня умудряется и это запретить. Значит, вот эта вот жесткость, вот эта попытка, по сути дела, подмять под себя все и вся, контролировать везде, оно, конечно же, имеет антидемократический характер. Естественно, все позиции в этой сфере реализуются только под прицелом интереса власти. Если власть не захочет, ничего не произойдет. Естественно, власть будет сегодня реализовывать какой сценарий? Жесткий сценарий, антидемократический сценарий. Поэтому, так сказать, очень многие оппозиционные силы выступают против этого сценария. И они говорят, что если мы избрали путь европейских ценностей, а у нас сегодня в законе о внутренней и внешней политике записано, что мы избрали европейский путь развития, значит, мы должны идти по этому пути и демократизировать вот эти вот моменты все. Понятно. Ну вот вы знаете, затронув тему противоречий между заявленными целями и реальными действиями, давайте концовку нашей беседы посвятим действиям одесского городского головы. Есть о чем поговорить здесь на самом деле. Да. Скажите, какое впечатление на вас, как на юриста и просто одессита произвели, скажем так, битье стекол кувалда и ночные пляжные рейды Костусева? В тот же ряд, кстати, можно поставить и принуждение подчиненных, то, о чем мы не раз говорили в наших эфирах, сдачи подписанных заявлений с открытой датой. То есть переписать, вот знаете, переписать, слава богу, Конституцию, мы об этом говорили, да, Костусеву не дано. Но вот навязать нам какой-то революционный новый стиль поведения чиновника, он, по-моему, определенно пытается. Ну, если вы как раз упомянули Костусеву и Конституцию, то я, наверное, думаю, что жители Украины нам должны, так сказать, высказать благодарность, что он пока здесь разрушает Одессу, так он не сидит там в Конституционной Ассамблее, потому что он же был народным депутатом тоже. Так, понимаете, и мог тоже туда войти. Но Одессу тоже жалко, вы понимаете. Естественно, да, мы здесь все живем, это наш родной город. О чем, прежде всего, возникает вот такое ощущение? Ну, прежде всего, у мэра нету команды. Команды нету потому, что он не может доверить не бить будки, не разрушать чужую собственность, которая стоит денег и которая должна, по большому счету, даже если она незаконно установлена и так далее, то, по большому счету, она должна вывозиться на штрафплощадки и в судебном порядке есть юридический отдел, юридическое управление, департамент должен все эти вопросы разрешать. Значит, то есть у него нет подчиненных, которые бы он мог поручить все это дело делать. Значит, своим поведением он показывает глубокую ненависть к законодательству, он показывает глубокую ненависть к людям, понимаете, он в основном очень много, я понимаю так, что он работает на публику, так, но вот конкретных дел, к сожалению, очень мало, очень мало. То есть нету системного процесса его деятельности. То есть вот если раньше власть была, я не говорю только об Эдуардове Щегуревиче, я говорю о тех людях, в том числе и о Симоненко, в том числе и о других мэрах. Когда ставилась какая-то цель, и эта цель, по большому счету, достигалась, и все люди в городе, одесситы, жители города, гости города, видели результаты. Видели результаты, да. Да, ремонтируем Успенскую, снимаем старый трамвай, ставим троллейбусы, решаем все эти вопросы и так далее. Ну, на сегодня вместо новых троллейбусов, хотя я когда работал в исполнительном комитете Одесского городского совета, мы там решали вопрос, уже было принято решение об открытии линий для закупки через засредства Европейского союза или Банка реконструкции и развития. Да, целого ряда, там, 50 новых троллейбусов и трамваев. На сегодняшний день мы пользуемся старым транспортом. Слава Богу, что пока еще нету жертв. Значит, уже там несколько раз, уже там сходили с рельсов. Значит, по сути дела, трамваи идут уже второй срок и троллейбусы. Да, они свой ресурс отработали. Да, свой ресурс отработали, уже морально идет, так сказать, гибель этого имущества. Значит, это все очень опасно. Речь идет о том, что все наработки предыдущие, они были полностью проигнорированы. И сделано все по-новому. Вы посмотрите, как обсуждается сегодня генеральный план развития Одессы. Его повесили. И мы сегодня видели, так сказать, вот этот репортаж, когда люди не обнаруживали свои дома, когда, так сказать, вместо одного здания остается совершенно новое здание. И, по сути дела, делается вывод о том, что большой, крупный и средний бизнес решил вопрос за одесситов. Где будут расположены их объекты и, по сути дела, в ущерб нормальной форме жизнедеятельности жителей города. Да, в ущерб интересам территориальной громады, да. Поэтому вариант, конечно, сложный. Я должен сказать, что не молчат, высказывают ему, но я думаю, что нынешний мэр весьма, так сказать, прохладно относится к замечаниям. У него есть какие-то только известные ему определенные ориентиры развития. Он по ним идет. Но, к сожалению, тогда, когда он дойдет, и город может, так сказать, лечь таким образом, что поднимать его опять придется не одно десятилетие. Есть еще один звоночек. Давайте попытаемся успеть на него ответить. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я все-таки хочу вернуться к конституции, к переписыванию. Вот вы говорите, переписывает власть под себя. А вот мне хочется узнать, будет проведен референдум все-таки? Люди узнают, что будет переписываться? Или опять всех поставят перед фактом, и мы будем опять в неведении, не понимая, где мы живем, что мы делаем, и что будет дальше? Спасибо большое. Значит, я уже говорил в самом начале передачи, вы не обратили внимания на то, что если будут затрагиваться вопросы конституционного строя, раздел 1, я не думаю, что затронут раздел 2, но тут раздел 1 и 2, права и свободы, в обязательном порядке это все должно по ныне действующей конституции выноситься на референдум. Но дело в том, что вы не сильно уповаете на референдум, потому что по большому счету внесение изменений или принятие конституции по большому счету на референдуме является самым недемократическим способом. Почему? Потому что вы сможете только сказать либо да, либо нет, и не предложить никаких изменений. Даже в Советском Союзе было так называемое всенародное обсуждение, тогда, когда все это дело выносилось на всенародное обсуждение, работала конституционная комиссия, более легитимный орган, чем конституционная ассамблея, она обобщала, она могла внести какие-то изменения и дополнения. Значит, здесь тоже есть целый ряд сложных вопросов, и я думаю, что, ну, во-первых, тут еще один момент есть. Нам обещали конституцию к концу 1914 года, да, а, так сказать, конституция уже только половина 2013 года, и она уже подозрительно быстро готов весь текст. Значит, для чего это необходимо, значит, ну, в ближайшее время узнаем, почитав текст конституции. С другой стороны, мне, так сказать, весьма приятно, что вы вот так вот вдумчиво относитесь, будет ли народ в стороне. Да народ сам себя ставит в сторону, понимаете? Тут не надо стоять в стороне, тут надо приходить на эти референдумы, приходить на эти, на выборы. То есть проявлять свою активную позицию. Да, проявлять свою активную позицию, голосовать за кого вы хотите, но голосовать, не оставлять возможности для фальсификации, чтобы ваш неиспользованный бюллетень был использован другими людьми. Значит, речь просто идет о другом, что в конце концов мы должны понять, что все зависит от нас. Мы в соответствии с конституцией являемся верховными суверенными, то есть представителями и, так сказать, владителями, владельцами этой верховной власти в стране. Нам эта власть принадлежит, и мы соответствующим образом должны этой властью распоряжаться. Спасибо большое, Михаил Александрович. Наша программа подходит к концу. Мне остается только подвести итоги нашего интерактивного вопроса. Хочу напомнить, что сегодня мы спрашивали у вас следующий вопрос. Власть стремится переписать конституцию, чтобы... 11% наших телезрителей считают, что такие действия власти для того, чтобы устранить ее противоречие. Имеется в виду конституции противоречия. 32% телезрителей считают, что это делается для того, чтобы понравиться за границей. И большинство наших телезрителей, 57%, считает, что все эти действия служат только для того, чтобы закрепить свою гегемонию. Вот таковы итоги нашего интерактива. Это о том же, о чем мы с вами говорили в беседе, что надо задуматься. Надо задуматься, зачем это делается. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч. Что ж, наша программа подошла к концу. Мне осталось только попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok